Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Директор австрийской высшей школы этикета уже начала искоренять бескультурщину на Доме-2. Мы договорились с участниками, пишет женщина, что за каждый произнесенный мат они платят одну тысячу рублей, каждая из которых пойдет детям в благотворительный фонд. Лиза Триандафелиди рассталась с Алексеем Чайчицем и уже ночью целовалась с Ромой Гриценко. Потом они спали вместе на вилле. Леша в шоке от того, что едва расставшись с ним, Лиза прыгнула в койку к другому. А Мэри Кулешова, которая жила с Ромой, выбросила все его вещи из бунгало. Саша Черно возмущена поведением Лизы. Я считаю, что ее вообще нужно убирать с проекта. Мы здесь любовь строим, а не мужские причиндалы коллекционируем. Саша Артемова решила стать дизайнером. Она продает своим подписчицам платья и кепки. Антон Гусев написал очень эмоциональный пост в ответ на критические замечания в его адрес. Обиженные животные! Жалко вас, задроты интернета! Желаю вам скинуться и купить эту тарелку раков, если, конечно, денег хватит. Ваша участь – всю жизнь обсуждать успешных и видных людей. В этом дерьме и прогниете всю жизнь. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала в видеотрансляции о том, что получила от организаторов проекта, заманчивая предложение отправиться на Сейшелы. Она уже пакует чемоданы, причем метит не в рядовые участницы, а хочет везти Дом-2. Лена Степунина, которая уже несколько месяцев борется с раком, старается держаться, но нервы девушки оказались нежелезными. Недавно в слезах она обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь собрать ей деньги на необходимые медицинские процедуры. Она сказала, что уже продала все, что можно было, а работать при всем желании она не может, потому что нет сил. Желаем Лене скорейшего выздоровления! Игорь Трегубенко опровергает слухи о своем расставании с Элой. У них все хорошо, и рассказывать о том, что происходит внутри семьи, он не желает. Оля Рапунцель в прямом эфире Инстаграма рассказала о своей жизни после ухода с проекта. Возвращаться они не хотят, хотя их и зовут. Ребята вынуждены были уйти, потому что жить в таком озлобленном коллективе, где их постоянно провоцировали, было просто невозможно. Тем более невозможно было рожать детей в такой атмосфере. Девушка уже поменяла паспорт на свою новую фамилию Дмитренко. У нее скоро будет новый проект. Она будет рассказывать о волосах и секретах красоты. Федя Стрелков и Кристина Лисковец перенесли свадьбу на неопределенный срок. «Пока о свадьбе мы не думаем», – рассказывает Федя журналистом. «Занимаемся другими делами. Ремонт в нашей квартире подходит к концу. Осталось завести мебель, и можно переезжать». Рустам Солнцев обратился к Марине Африкантовой. Он сказал, что Марина превратилась в тетку, которая нянчит 19-летнего мальчика. «У Чуева появилась юная зазноба», – говорит Рустам. «У них там все серьезно, он ее и с бабушкой познакомил. А ты все там». «Марина, я тебя привел на Дом-2 в свое время, я тебя и уведу». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.